МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Отряд египетских боевых кораблей впервые зашел в порт Новороссийск для участия в совместных учениях МОСТ Дружбы-2020. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. В составе группы военно-морских сил Арабской республики фрегат Александрия, корветт Эль-Фатех и ракетный катер Фахми возглавляет египетскую делегацию контр-адмирал Махмуд Адель Махмуд Файзи. После швартовки командиры кораблей встретились с руководителем Новороссийской военно-морской базы Виктором Кочемазовым и руководством города. Сейчас мероприятия отрабатываются в полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Это позволяет уже более высококачественно обеспечить их проведение, в полной мере задействовать всю учебно-материальную базу Черноморского флота, Новороссийской военно-морской базы в частности, провести необходимое обеспечение всех выполняемых боевых упражнений с задействованием и морской авиации Черноморского флота, и сил специального назначения. Российско-египетские учения «Мост Дружбы-2020» пройдут с 17 по 24 ноября в Новороссийске и на полигонах боевой подготовки Черноморского флота. Запланирована береговая и морская фаза. В ходе маневров российских и египетских кораблей ожидается отработка всех видов охраны и обороны морских целей с выполнением стрельб. Будут проведены частные учения по организации пополнения запасов в море траверзным способом. Отработки действий по досмотровым операциям подозрительных судов. А также по оказанию помощи кораблю, терпящему бедствия, с поиском и спасением утопающего. Севастопольский оптово-распределительный центр начнут строить в следующем году. Об этом рассказал директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка местного правительства Вадим Кирпичников на пленарном заседании Законодательного собрания города. По его словам, проект, который начали разрабатывать еще в начале 2019 года, после внесения множества изменений, наконец прошел государственную экспертизу. Для строительства оптово-распределительного центра выбрали район Инкермана. Безусловно, ФСОФРАК будет строить большой по объему объект, в котором как раз коммерческая часть будет составлять те площади, которые вполне удовлетворяют целям тем, которые обозначены для нашего строительства. Крайнее удобство данной площадки, то, что она обеспечена всеми подъездными путями и находится, по сути, даже причальной стенкой находится на берегу, поэтому здесь возможность в дальнейшем доставки всеми видами транспорта, включая морской. По словам Вадима Кирпичникова, в оптово-распределительном центре одновременно смогут разместить от 5 до 8 тысяч тонн товаров, а за год эта цифра сможет достигать 400 тысяч тонн. Продукты, овощи и фрукты будут храниться при температуре от минус 24 до плюс 20 градусов. Почти 118,5 миллионов рублей от заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов и почти 33 миллиона рублей от лицензирования розничной продажи алкоголя поступили в бюджет Севастополя в прошлом году, что на 400 тысяч рублей больше, чем в 2018. Об этом заявил директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя Вадим Кирпичников во время доклада перед городскими депутатами о проделанной чиновниками работе. Также глава профильного ведомства сообщил, что Севастополь – лидер Южного федерального округа по розничной продаже лицензированного алкоголя. Пятая позиция среди всех субъектов Российской Федерации и первая позиция среди субъектов ЮФО по работе органов исполнительной власти по привлечению к административной ответственности в расчете на 100 лицензированных точек розничной продажи алкогольной продукции и составления протоколов. Десятая позиция среди всех субъектов Российской Федерации и первая позиция среди всех субъектов ЮФО по объему легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу совершеннолетнего населения. Также Вадим Кирпичников отчитался о предоставлении рабочих мест городским предпринимателям. По его словам, в 2019 году в Севастополе работали 16 ярмарок, на которых действовало более 1 тысячи точек. Столько же в городе и розничных рынков, где для продавцов организовали 6272 торговых места, что почти на 200 больше, чем в 2018. В прошлом году местные предприятия впервые заняли призовые места в номинации «Лучший мобильный объект торговли» и «Лучший нестационарный торговый объект» на конкурсе Министерства промышленности и торговли страны «Торговля России». Рынок «Центральный» стал лучшим розничным рынком во всей стране. Также в прошлом году заработали три комплексных бытовых центра, в которых можно отремонтировать обувь, часы, электронную технику, а также сфотографироваться на документы и сдать одежду в химчистку. Такие центры появились на улицах Первомайской, Фадеева и на рынке Южном. Кроме того, в прошлом году утвердили новый порядок размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов. «Основное, что было, это было продлено срок действия схемы НТО и срок действия договоров до 1 января 2025 года. Главным управлением на постоянной основе включаются в схему места, предназначенные для размещения НТО инвалидами, зарегистрированных в качестве ИП. Увеличивается количество НТО для торговли печатной продукцией, а также НТО для торговли продуктами питания первой необходимости – хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, рыбы, мясо, молочной продукции». Также в прошлом году в Севастополе впервые провели электронный аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов. Депутаты Законодательного собрания Севастополя снова перенесли рассмотрение документа о перераспределении зарплат. В повестке дня пленарного заседания числились основной законопроект, внесенный на рассмотрение большинством парламентариев и альтернативный, разработанный фракцией КПРФ. «Семнадцатью депутатами Законодательного собрания внесен данный законопроект, но на сегодняшний момент у меня, как у докладчика, нет тех необходимых, не той информации, которую я запросил. Я прошу данный основной проект закона снять сегодня с повестки дня, ну а коллег с альтернативным принимать решение». Другой докладчик, представитель КПРР Роман Кияшко, предложил обсудить альтернативный документ, хотя по регламенту два взаимоисключающих законопроекта должны рассматриваться одновременно. Поэтому решение о перераспределении зарплат депутаты перенесли на следующее заседание. Отметим, что сейчас в Законодательном собрании Севастополя оклад имеют спикер парламента и руководители политических фракций. Сейчас их шесть. Изменения предусматривали назначение зарплат помимо председателя Законодательного собрания, его заместителям, а также главам профильных комитетов. В свою очередь фракция коммунистов выступает за безоплатный труд каждого депутата. Правительство Крыма продает 100% акций «Массандры» старейшего и крупнейшего винзавода республики на электронном аукционе «Единым лотом» по стартовой цене 5 млрд 300 млн рублей. На электронной площадке «Росэлторг» идет процедура приема заявок. В материалах говорится, к продаже предлагают 3 млрд 575 млн 899 662 обыкновенных акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Сейчас 100% акционерного общества принадлежат Министерству имущественных и земельных отношений Крыма. Обеспечение заявки для участия в торгах установлено в объеме 20% от стартовой стоимости и составляет более 1 млрд рублей. Шаг аукциона 26,5 млн рублей. Торги назначены на 14 декабря. Заявки на участие в торгах принимают до 18.00 8 декабря. Уточняется, что будущему собственнику «Массандры» также передадут охранные обязательства по сохранению объектов культурного наследия. Соответствующий перечень объектов опубликован в приложении к информационному сообщению о проведении аукциона. Охранные обязательства выданы на комплекс винных подвалов «Массандры», включающих здания верхнего подвала и тоннели, построенные в конце XIX – начале XX века, а также само здание главного корпуса предприятия, построенного в начале прошлого столетия. Также обязанности по защите распространяются на бюсты князя Льва Голицына и винодела Александра Егорова. Собственник объектов, на которые установлены охранные обязательства, должен поддерживать их в надлежащем состоянии. На их территорию запрещено строительство новых капитальных сооружений и проведение любых работ, не связанных с обслуживанием объектов культурного наследия. Напомним, в октябре этого года ПАО «Массандра» было преобразовано в акционерное общество. Ранее сообщалось, что завод не собираются продавать. Предприятия планировали преобразовать в хозообщество, а стопроцентным собственником должна была стать Республика Крым. «Массандра» объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тысяч гектаров земли, из них около 4 тысяч гектаров заняты виноградниками. Центр детского театрального искусства, который должны были возвести в столице Крыма на месте бывшего кукольного театра еще в прошлом году, теперь планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на Министерство строительства и архитектуры республики. Прошлый подрядчик работы общества с ограниченной ответственностью «Меандр» окончательно покинул площадку. Напомним, эта же компания занималась реконструкцией исторического бульвара в Севастополе. Но в сентябре Следственный комитет завел уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств путем обмана, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей общества с ограниченной ответственностью «Меандр» в особо крупном размере. Новый подрядчик строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе, который уже назначен распоряжением главы республики Сергея Аксенова, начнет работы с того, что займется корректировкой сметной документации. Положительное заключение государственной экспертизы по объекту получено в 2017 году. Поэтому для продолжения строительно-монтажных работ необходим перерасчет стоимости строительства в текущий уровень цен с последующим проведением государственной экспертизы на предмет проверки достоверности сметной стоимости строительства, пояснили в ведомстве. Корректировкой займется общество с ограниченной ответственностью «Новый город». Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, это севастопольская фирма с уставным капиталом в 10100 рублей. Цена контракта, который заключили с компанией – 750 тысяч рублей. В Министерстве строительства Крыма заверили, что подрядчик сомнений не вызывает. После того, как экспертиза выдаст заключение, объявят следующий контракт – на возобновление строительства. По информации крымских властей, на строительно-монтажные работы предусмотрено более 500 миллионов рублей. Первый транш в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей запланирован на 2020 год. Ввести объект в эксплуатацию обещают в декабре 2022-го. Уникальный передвижной музей впервые прибыл на Крымский полуостров. Проект «Поезд Победы» реализован в рамках Года памяти и славы и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ночь с 16 на 17 ноября состав проехал по Крымскому мосту. Первая остановка – город-герой Керчь. Внутри уникальная иммерсивная выставка. По задумке создателей, музей олицетворяет собой героическое прошлое нашей страны, воплощенное сквозь призму движения. Экспозиция состоит из нескольких вагонов, передвигаясь по которым посетители знакомятся с тематическими экспозициями. Здесь можно увидеть разные картины. С помощью специального технического оборудования воссозданы захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, а также обычная жизнь советских граждан во время войны. Выставка насыщена историческими фактами, судьбами реальных людей и их воспоминаниями. В работе музея используются полсотни видеопроекторов и 18 видеостен, создающих максимальный эффект присутствия и погружения. В Керчи поезд победы будет находиться два дня, после чего отправится в Севастополь. В наш город состав прибудет ранним утром 19 ноября. В этом году в силу сложной эпидемической обстановки экспозиция будет работать в ограниченном режиме. Посещение музея будет доступно только немногочисленным группам студентов и школьников в качестве поощрения за особые успехи. Организаторы обещают открыть выставку для всех желающих в следующем году, когда ситуация с распространением коронавируса стабилизируется. Участники одного из территориальных общественных самоуправлений Байдарской долины Скелли хотят построить крытый досуговый центр в селе Росошанка. Для этого потребуется 1 миллион рублей, которые местные жители планируют получить в случае победы в конкурсе, объявленном правительством города. Активисты уже подготовили проект строительства и подали заявку. Получит ЛИТОС Грант на строительство желаемого объекта станет известно в декабре. Здесь уже есть современная спортивная и детская площадки. В теплое время года на них играют дети и подростки, а на установленных тренажерах занимаются взрослые. Однако с наступлением холодов вся активность исчезает, и место откровенно пустует, признаются местные жители. Изменить ситуацию решили активисты территориального общественного самоуправления «Скелли». Они разработали проект по строительству крытого досугового центра и подали заявку на участие в конкурсе по благоустройству. Мы завели 1 миллион. 1 миллион и софинансирование жителей 50 тысяч. То есть жители собрали деньги на это дело. То есть у нас жители все активные, жители села. Они хотят, чтобы это помещение было. Поэтому мы надеемся, что мы выиграем данный конкурс и получим эти деньги. Территориальное общественное самоуправление «Скелли» – одно из крупнейших в Орлиновском муниципальном округе. Оно расположено в границах сел Родниковое, Росошанка, Подгорное, Колхозное. С 2017 года активисты участвуют во многих конкурсах и грантах по благоустройству. Был выигран грант по ТОСу и освоенный 2,5 миллиона. Вот за нашей спиной спортивная площадка, детская площадка по гранту «Дружный двор». Тоже выиграли мы проект 2,5 миллиона. И вот реализовано. В данный момент нас все устраивает. Все дети довольные, постоянно играют на площадке, проводят свой досуг, приходят с мамочками, с родителями. Но не хватает нам, конечно, крытого помещения. Появление закрытого помещения станет долгожданным событием для многих жителей села Росошанка. Не хватает, где проводить им время в зимнее, вот в холодное время. Потому что вот у нас много людей любят заниматься детьми. Ну вот много отзывчивых. Вот устраивают какие-то конкурсы, не знаю, досуг какой-то им. А негде? На площадке? Нет. Надо какое-то закрытое помещение, чтобы дети сидели спокойно, общались, играли. В случае успеха члены ТОС планируют построить крытый досуговый центр уже в следующем году. Суждено ли их планам воплотиться в жизнь, станет известно в декабре 2020 года, когда Департамент внутренней политики правительства Севастополя объявит результаты конкурса. Николай Кузнецов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. А к этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59060, а также мобильный. Плюс 7 978 931 31. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте. НТСДФИС ТВ. КОМ. Ждите новостей. До встречи. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин